Всем привет! Мы с вами уже обновили косметичку, теперь пришло время разобрать гардероб, а точнее пополнить его какими-то весеннелетними новинками. На самом деле все эти вещи я покупала еще, но не все, кое-что покупала в феврале, в марте, в апреле. Ну в общем потихоньку готовлюсь к лету, потому что согласитесь, один раз отправиться в торговый центр и потратить энное количество денег лично мне совесть не позволяет. В итоге я конечно понимаю, что недешево мне все это обошлось, но как-то моей совести так спокойнее. Ну и я всегда заранее планирую свой бюджет. Давайте начнем с того, что многим из вас понравилось, когда я собиралась на встречу к вам же. Как раз тогда я презентовала парфюм Мак и мне хотелось выбрать что-то элегантное, не слишком нарядное, немного сексуальное. Я долго не могла найти подходящее платье и потом как-то зашла в H&M и увидела брючный костюм. Жакет я нашла сразу и долго искала брюки в моем размере. В принципе я вам хочу сказать, что он идеально на мне сидит, не буду в этот раз скромничать и мне кажется, что действительно я угадала на 100%. Очень классная расцветка и мне понравилось то, что я смогу этот жакет носить в любое время года и весной и летом, зимой и осенью, потому что серый цвет он всегда актуален. Я его кстати совместила с таким пудровым розовым, получилось это как-то даже нежно. Как ни странно, брюки здесь не классического кроя, а скорее полуспортивного. Сверху можем наблюдать резинку с завязками, они довольно свободные. Я раньше часто покупала такую модель брюк и носила их на работу. Они здорово смотрятся как с балетками, так и с каблуком. Ткань не слишком легкая, поэтому летом в нем будет жарковато. Но если у вас такое же капризное лето, как у нас, то я думаю, что он будет актуальным. В дополнение к этому брючному костюму я приобрела топ в бельевом стиле. Мне нравится его оттенок и ткань, приятная. В принципе, он выполнен довольно хорошо. Единственное, но он настолько быстро мнется, что на презентации я выглядела как после легкого секса. Ну, не знаю, даже интересно это все выглядит, и я точно буду его носить. Так, эту пару обуви я приобрела еще на зимние распродажи в Заре. Но я вижу, что такие мюли без какой-то внутренней подкладки сейчас очень актуальны. И вы можете найти не просто похожие, а практически идентичные модели в той же Заре и во всех практически сетевых магазинах. Поэтому присмотритесь к ним. Они выполнены из натуральной замши и сидят на ногах как тапочки. Выглядят очень стильно. Я ношу их на босую ногу, точнее, несколько раз забывало, потому что у нас снова похолодало. И я просто уверена, что приобрету еще одни похожие, потому что они действительно очень практичные и не ощущаются на ногах. Единственный момент, учтите то, что они будут растягиваться. Я взяла размер 38, и сначала все было окей, а теперь они слегка великоваты, поэтому в следующий раз возьму на размер меньше. Вот только забыла добавить, что у меня размер 37,5, поэтому мне всегда сложно определиться, какой брать 37 или 38. В случае такой обуви берите на размер меньше, потому что растягивается. Если вы еще никогда не покупали балетки от Парфуа, то обязательно к ним загляните, потому что, знаете, такие сезонные балетки на каждый день. Мне там очень нравятся. Они, в принципе, неплохо служат. Они никогда мне не натирают ноги. Несмотря на то, что я дала себе обещание покупать только качественную кожаную обувь, я не смогла пройти мимо этих. Они чем-то напоминают пуанты-балерины, что сейчас является трендом. Но вы уже смотрите сами, ориентируетесь вы на них или нет. Они очень удобные. Я уверена, что послужат мне до конца сезона. В принципе, это все, чего я от них ожидаю. Классно будут сочетаться как с джинсовыми шортами, так и с какими-нибудь женственными платьями. Вот поэтому точно буду их носить с огромным удовольствием. Хотя я их уже и надевала один раз. Девчонки, сейчас на мне также новинка. Я приобрела эту футболку три дня тому назад. И мне так захотелось ее сегодня примерить. Вот я часто покупаю что-то в магазине без примерки, потому что я то с детьми, иногда какая-то очередь мне не хочется ждать. И я беру это все домой, дома примеряю, потом уже определяюсь, надо, не надо. Иногда возвращаю, иногда оставляю. Футболка у меня из магазина Манго. Я очень люблю такую расцветку, потому что, казалось бы, это красный цвет, но он приглушенный и не так сильно бросается в глаза. Я, честно говоря, не очень люблю выделяться среди толпы, как-то эпатировать публику. И всегда выбираю те наряды, в которых я себя чувствую комфортно. И в этот раз я выбрала не просто базовую футболку, потому что здесь есть такой декор на рукаве. Смотрится это очень мило, женственно. Я понимаю, что не всем нравится этот тренд, но мне как-то захотелось немного разнообразить свой базовый гардероб. И мне кажется, что довольно неплохо. В моих сториз и влогах вы уже видели это худи. И год тому назад я видела их в магазине, хотела купить мужскую модель для Михаила на день рождения. Он такое любит, мой муж не совсем. Но потом как-то меня остановила цена. И когда Лена Беккер, я оставлю ссылку на нее внизу, на ее канал, сказала, что они отлично носятся и оправдывают свою цену. Я побрела в магазин, купила за полную цену. А стоят они где-то у нас около 80 долларов. И скрипя зубами вернулась домой. Но потом как-то заглянула в TK Max. Не носила еще свое худи, которое я приобрела. Как-то просто думала, стоит ли его оставлять или нет. И в TK Max были эти худи в разных расцветках. И мужские, и женские. И я за нее заплатила 169 злотых. Причем есть как маленькие, так и большие размеры. Поэтому я сразу же купила вот это. И то из магазина Pick and Cloppenberg. Или как-то так. Я вернула. Вот. Мне очень нравится это худи. Настолько крутое качество. Я хотела прям такое плотное, на холодные вечера, какие-то поездки. И вот всякие такие элементы, как шнуровка. Здесь такие кожаные элементы. Эмблема на карманах. И еще какая-то лейба сзади дополнительная. Девчонки, каждая деталь здесь продумана. Я ее стирала уже несколько раз. Потому что с малышами она бедная, вечно пачкается. Она настолько теплая, уютная. Если где-то найдете, в Америке, по-моему, они гораздо дешевле. Обязательно возьмите. Потому что вы ни капельки не пожалеете. Бренд худи называется на Китану. Я еще раз напишу все в инфобоксе. Потому что я знаю, что на слух не все воспринимают. Рубашка, которую вы видели на мне. Или блузка, как хотите. Я ее надевала на день рождения моих мальчиков. Она из зары. Из очень приятного натурального материала. Хотя я этикетку не смотрела. Но она совсем не парит. Она мнется. И это говорит о том, что это хлопок. Я была права. Проверила состав. 100% катон. Смотрится настолько стильно, интересно, небанально. Расцветка. Но может не каждой понравится. Потому что здесь какие-то цапли, птицы. Это же цапли, правильно? Красно-белая полоска. Как бы классика. Но все равно с изюминкой. Мне нравится, что здесь есть такие завязки. Я ее уже стирала два раза. С ней ничего не происходит. Сзади есть молния. Немножко оверсайз. И у меня размер XS. Обычно в Заре в H&M Mango я покупаю размер 34 или XS. И всегда все сидит неплохо. Еще одна вещь из Зары, которую я приобрела. Если помните, в своих зимних покупках я показывала вам удлиненный жакет. Но не знаю, как-то он не сочетался с остальными моими вещами. И мне пришлось его вернуть. Хотя он был очень достойный и качественный. Просто я предпочитаю иметь такие базовые вещи, которые все же я смогу носить с разными абсолютно элементами моего гардероба. Поэтому в этот раз я заказала себе еще один. Из Зары, опять же, бежевый. Но он имеет более теплый оттенок, как мне кажется. Смотрится он очень стильно. Мне нравится ткань. Слегка плюшевая, очень мягкая. Что-то под такой искусственный замш. Есть карманы, если кому-то они нужны. Я очень люблю носить такие вещи, как с короткими платьицами летними, так и с джинсами, с какой-то обычной базовой футболкой, с кедами, с каблуками, с босоножками, с балетками, с чем угодно. Эта вещь действительно очень универсальна. Скорее всего, вы уже заметили обновку, с которой я в последнее время не расстаюсь. Это часы и браслет от бренда Daniel Wellington. У многих блогеров сейчас они появляются, потому что они действительно очень интересно смотрятся, дорого. Это качественная продукция. У меня уже есть одни часы, которым два года. С ними абсолютно ничего не происходит, несмотря на то, что здесь такой тканевый ремешок. Ну, может, немножечко цвет подзатерся, ну, то есть испачкался, потому что я их довольно часто носила, но с самими часами ничего не происходит, циферблат не царапается. То же самое я могу сказать о их новой модели. И сейчас, как видите, в коллекции появились браслеты, причем есть два размера. У меня тот, который поменьше, еще его сжалоб, потому что у меня не широкая рука. У меня, как вы знаете, есть часы Michael Kors. Они гораздо тяжелее. И, девчонки, мне кажется, что такие модели слегка морально устарели. Поэтому сейчас предпочитаю такие. Они плоские, не мешают, их не ощущаешь. Они не темнеют. У меня модель в розовом золоте с белым циферблатом, но, может быть, также серебро или черный циферблат. Можете комбинировать, как хотите. Размер и всю информацию я оставлю, опять же, в инфобоксе. Этой обновкой я прям очень сильно довольна. Для любимой мамочки я взяла модель в серебре с белым циферблатом. Я уверена, что она будет без ума от такого подарка. Еще у моей подружки скоро будет день рождения у Насти. Я довольно часто ее упоминаю. И заглядывайте к ней в Инстаграм. Поэтому я заказала для нее браслет в серебре. Она предпочитает именно такую фурнитуру в сумках и все украшения. Так что он идеально дополнит каждый ее наряд. Девчонки, я сделала свой первый заказ на ASOS. Если честно, по-моему, они сейчас сотрудничают с блогерами. Но я все заказывала за свои деньги. Это как бы для меня не имеет значения. Но вы часто спрашиваете, так ли это. Рассказываю. Я сделала свой первый заказ еще зимой, по-моему. И показывала вам в сторис, что это было. Я немного разочарована качеством. Ну, точнее, я еще не смогла разобраться, как выбрать там какие-то достойные вещи. И, девчонки, первое, что я уже отдала маме, это были кожаные лоферы. В реальной жизни они оказались на три размера больше, чем указано в размерной сетке. Поэтому маме они идеально подошли. И я не считаю, что они были выполнены лучше, чем лоферы, которые я заказывала из SHEIN. Действительно, подошва была не супер классно приклеена. Был запах клея. Поэтому, если вы знаете лайфхаки, как там выбрать что-то классное, или у вас глаз наметан, так сказать, поделитесь со мной в комментариях внизу. И также я заказала еще 4 или 5 вещей, которые мне понравились. Первое платье, ну, точнее, это уже вторая вещь. Но платье базовое на каждый день, хлопковое, очень приятное. Это действительно плотная ткань, не просвечивается, не растягивается, потому что я ее два раза уже надевала. Его, а не ее. Сукенка просто по-польски. И нравится нюдовый оттенок. Замечательно выглядит серым. У меня также есть такие, не то босоножки, ботинки, туфли, что-то такое. Три в одном. Они у меня от бренда Carini. Вы часто спрашиваете о них. Каждый год выпускают такие. Поэтому, если вы живете в Польше или в Украине, то на Answer можете заказать. У них и стационарные магазины в Польше есть. И в Factory у нас в Outlet они тоже представлены. В общем, платье классное. Длина у него достойная. Здесь завязочки. То есть, благодаря этому она не смотрится, как обычная футболка. Но я заказала это платье с мыслью, вот знаете, на каждый день. Просто с конверсами носить и еще кое с чем. Недавно в Zara приобрела себе, опять же, ну давайте будем называть их босоножками. И, кстати, мне дали в этот раз мешочек, что меня очень сильно удивило. Теперь я понимаю, почему все подорожало в Zara. Вы должны знать, что за все это мы с вами платим. Потому что упаковка, этикетки и все остальное, что окружает бренд, уже считано в стоимость продукции. Что же я купила? Это, ну, босоножки, да. В моем любимом сером цвете. И меня, конечно же, привлек материал, из которого они выполнены. А это резинка. Я сначала сомневалась, будет ли удобно моей ноге. Дома носила, здорово. Они есть в разных расцветках. Если хотите что-то такое, что можно носить с платьицами. Что-то, что не будет разделять вашу фигуру, ваш силуэт на несколько частей. Потому что такое иногда случается с разными ботильонами, ботинками и всем вот таким. И мне нравится, что их я смогу надевать также с джинсами. Вот. У нас уже сто раз поменялась погода, пока я снимаю видео. Простите, пожалуйста, за изменения в свете. Просто я никак не могу с этим совладать. Следующее платье, которое я заказала на Asus, вы могли видеть на мне очень давно. Наверное, в начале марта или как-то так. Мне оно настолько понравилось. Оно периодически появляется в продаже, потому что я хотела его купить. Потом его быстренько размели. Потом снова появилось. Я купила. Еще недавно просматривала какие-то платьица. И оно снова было в продаже. Настолько оно классное. Я не знаю, я вижу себя в нем в конверсах, на самокате, с детьми где-то. Это платье для меня воплощение весны, выходного дня. Плотный катон, который не просвечивается, не растягивается. Уже два раза, опять же, его надевала. Все у меня сегодня по два. Но я довольна и вам могу советовать. И последние две вещи из Asus, которые меня в принципе порадовали, это купальники. Я всегда их покупаю заранее, потому что все настолько быстро раскупают, что я потом остаюсь ни с чем. Заказала два. Первый из них выглядит вот так. Я покажу на картинке, как это смотрится на модели. Потому что я не готова щеголять здесь в купальнике перед вами. Все бы хорошо. Он классно приподнимает грудь. У меня размер 6. Ой, это бренд нью лук. Я даже не обратила внимание при заказе. На небольшую грудь, но даже мою он хорошо приподнимает и делает ее такой аппетитной, скажем так. И в дополнение к этому верху я заказала трусики. Всегда выбираю себе модели с завязками. Будет одно исключение, но там кое-что другое сыграло роль. В принципе, ткань неплохая, плотная. Он не будет просвечиваться. Купальник? Я не знаю, почему я его купила. Мне захотелось чего-то такого на радость мужу, что ли. Трусики выглядят таким образом. Это единственная модель. Нет, вторая, которая у меня без завязочек. И, конечно же, вы видите, почему я их выбрала. Вверх меня немного смущает. Сначала я вообще не могла понять, как его надеть. Это такая полоска. Я говорила, что у меня сейчас очень сильно уменьшилась грудь. Поэтому я кайфую. И, наконец-то, могу носить такие модели. Она делает нас более плоскими, чем мы есть на самом деле. Однозначно. Сзади все застегивается на такую штуку. И, что самое интересное, здесь есть чокер. Вот. То есть, покажу на картинке, как это выглядит. Конечно, все интересно, здорово, прикольно. Но не могу сказать, что это очень практично. Я не люблю чокеры. Меня они душат. Поэтому уже этикетки поснимала. Несколько раз для мужа надену. Но это не самый практичный купальник. В нашем аутлете Mango купила себе белые зауженные брюки. Я их даже, скорее всего, не буду примерять. Просто учтите, если у вас тоже есть аутлеты, то там стоит покупать такие сезонные вещи. К примеру, белые брюки я покупаю зимой. Они стоят копейки. И размеры есть. Опять же, я приобрела себе размер 34. И два дня тому назад купила также в Mango футболку. No need makeup. Наверное, понятно, почему я ее взяла. Розовая расцветка на лето. Прикольно. С загорелой кожей, с джинсовыми шортами, с белыми конверсами. Хотя я, в принципе, не загораю. Ну, короче, вы поняли. Приятный материал. И главное, что она не слишком широкая и не укороченная. Обычная классическая футболка, которую сейчас довольно сложно найти. Девчонки, на этом у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.